У мужика вся жизнь сошлась с клином. Жена ходила налево, дочка вообще не вылезала из всяких подворотин, денег не было, перспективы ужасные были с работы и со всем прочим, он решил повеситься. Встал на табуретку, вбил крюк, встал на табуретку, завязал петлю, уже стал ее надевать, и вдруг видит, поскольку встал на табуретку, за диваном стоит четвертинка початая уже, закрытая газетой, заткнутая газетой, свернутой, это сын не допил. Он ужасно обрадовался, слез, допил четвертинку, и там же рядом в пыли валяется окурок, еще недокуренная сигарета, тоже очевидно сыном, он выпил, закурил окурок, смотрит на петлю и говорит, а ведь жизнь налаживается. Вот чисто российская история, а вот про такого же бедолагу, но она уже может быть международной. Так же вот все сошлось с клином мужика, и он пошел копиться. Приходит, а на берегу реки сидят три дряхлые, грязные, древние, чудовищные старухи в лохмотях. Он уж собирается бросаться в воду, одна из них говорит, ты чего, Милок, почему ты так? Он говорит, да жена бледует, сын ворует, на работе плохо вот-вот выгонят, дочка, бог знает, не хочу больше жить. Она говорит, мы феи, мы тебе сейчас поможем. Она выдирает волосок из редкого количества волосок, подула, и говорит, все, твоя жена завязала, и замечательно сейчас готовит тебе обед, очень тебя любит. Вторая вырвала волосок, подула, и говорит, все, дочка завязала, и пошла учиться в техникум. Третья подула, и говорит, все, сын больше не ворует, поступил в комсомол и ходит, значит, в тир и в силомер. Он говорит, спасибо вам, бабоньки, я какао смогу отблагодарить. Они, говорит, мы мужика давно не видели. Вот отблагали нас, естественно, мы можем. Он говорит, вы же такие старые, дряхлые. Она, говорит, долг платежом красен. Он собрался с силами и всех троих отблагодарил. Одевается, одна из них говорит, а сколько тебе лет-то, милый? Он говорит, 42. Она говорит, надо же, до 42 лет дожил и еще в сказке верит. А я знаю историю бодрую и веселую. Знаете, из того же советского прошлого, когда перед Новым годом один актер, Дед Мороз, и одна актриса, Снегурочка, до упаду ходили по квартирам, потому что их просто нанимали. Им заказывали, они сходили и выпивали по рюмке. Вот они вечером приходят в какую-то компанию, Дед Мороз что-то говорит, Снегурочка уже пьяная в сосиску. Села под елку и писает. И кто-то из маленьких детей говорит, Дед Мороз, Дед Мороз, посмотри, что это со Снегурочкой. Он посмотрел, говорит, тает. Я вспомнил анекдот, который мне рассказывал один матерый интеллигент в году в 62-63. Как пошла Красная Шапочка в лес и встретил Волка. И говорит, я тебя съем. Волк говорит, я тебя съем. А Красная Шапочка говорит, да я прекрасная женщина, возьми меня лучше как женщину. Волка взял как женщину, говорит, теперь я тебя съем. Красная Шапочка говорит, да ты что, Волк, ты просто не распробовал, попробуй еще раз. Когда Волка хоронили, Медведь сказал, чтобы эту, блядь, близко к лесу не подпускали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова